Здрасте, друзья, всем приветули и продолжаем мы проходить Формулу 1 2020, режим моя команда и добро пожаловать в Австрию, Red Bull Ring. И можно было сказать, как обычно я это говорю, что это не самая моя любимая трасса, но нет, Red Bull Ring входит в тройку моих любимых трасс, по крайней мере в этой игре уж точно. И как я говорил в прошлые разы, в прошлом ролике, здесь нашей целью было хотя бы зарубиться уже с Албаном, то есть седьмого места немножко маловато мне, да. Как и обещал в прошлый раз, давайте посмотрим на турнирной таблице всякую статистику. Восьмую строчку мы сейчас занимаем с 37 очками в турнирной таблице и соответственно в кубке конструкторов только я пока что привожу очки нашей команде, Ализи никуда не едет и после этого этапа уже истекает у него контракт, мы его заменим на такого же ничтожного, но более дешевого что ли, моего любимого Махавера Рангкуна Танго. Но это ладно, уже потом. Соответственно из пилотов, кроме группы лидеров большой шестерки, впереди меня только Даниэль Риккардо и мы вполне можем с ним зарубиться и занять седьмую строчку по окончании сезона. Если поднимемся выше, то соответственно будет лучше. На этом же экране можно наблюдать прошедшие этапы с распределением, мест на них, а также лучшие круги. Несмотря на то, что в прошлой гонке Льюис Хэмилтон стартовал аж в 12-м, а Ботас откуда-то спереди и у Ботаса был отрыв в чемпионате. Ботас все равно всрал ту гонку, Хэм ее выиграл с 12-го места, поэтому у них сейчас по ровну очков и все меньше шансов у Ботаса побороться за титул. В соперничестве с Дэном мы пока что одерживаем верх, у нас еще 6 гонок, соперничество только началось, но я не думаю, что Дэн будет для нас большой проблемой. Ну а статистика прошедших 10 гран-при на ваших экранах, 807 кругов уже пройдено, 4394 километра, один подиум и в общем-то один лучший круг из наших достижений. Также наверное не очень понятно, как я прокачиваю машину в последнее время по этим обзорам, если кому-то интересно, то примерно вот так вот вкачаны у нас ветки, мы до сих пор находимся на дне и я вот смотрю на ютубчике другие прохождения так мельком. И к этому этапу у всех как-то больше прокачаны машины, ежели у меня. Не знаю с чем это связано, мы тут заказали еще одно улучшение на шасси, я в общем-то как-то пытаюсь балансированно прокачивать нашу машинку, единственная в износоустойчивость я вначале упоролся, прокачал себе коробку передач, причем значительное улучшение. И вроде как сейчас должно хватать этой коробки на 6 гонок. Ну а мы же в любом случае по-прежнему занимаем второе место с конца по характеристикам, что не мешает нам занимать хорошие места. Не знаю правильно это или нет, может быть стоит подкрутить сложность, но пока давайте оставим так как есть. Переходим соответственно к квалификации свободным заездом, они как обычно были в прямом эфире, кто хочет тот смотрит, кто не хочет тот не смотрит. Хотя тут в принципе особо наверное квалификации ничего интересного то и не было. По году на уикенд нам обещали первые две практики сухие, третье в дождь, сухая квалификация, сухая гонка и под конец гонки дождик. Я думаю это особых проблем у нас вызвать не должно, разумеется все тренировочные программы я выполнил в первых двух практиках, в третью, потому что в дождь ехать не стоило. Стратегия на гонку говорит о том, что расход по шинам у нас более-менее нормальный, расход по топливу у нас нормальный. Собираем максимум количества ресурсов, выполняем все дополнительные, скажем так, задания какие-то за ресурсики. И в итоговом протоколе занимаем шестую строчку, опередив Алекс и Албана. Правда у меня были здесь квалификационные пристрелки уже, то есть программы на квалификационный темп у Албана ее могло не быть. Потому что как правило во вторых практиках все работают над темпом на длинных дистанциях. Соответственно переходим к квалификации. Квалификация как обычно немножко сломана в этой игре, но все равно мы пытаемся заехать как можно выше. В принципе бороться за седьмое место иногда, иногда у нас получается. Итак друзья, первый сегмент, первая попытка. На выходе из четвертого поворота я допускаю небольшую ошибочку, меня уносит на хрен и я ломаю себе переднее антикрыло. Из-за чего первая попытка можно считать у нас зафейлена. Соответственно мы заезжаем в боксы, меняем антикрыло, выезжаем сразу же еще на одну попытку. Шины решили не менять, потому что надо сохранить по максимуму комплектов на гонку. Ну в общем-то на девятое место мы заехали и решили, что в первом сегменте не будем мы проводить еще одни попытки. Постараемся выйти с этим временем. И этого времени нам соответственно хватает для того, чтобы выйти во второй сегмент. Наш напарник стартует последним вот такое вот он нище. Во втором сегменте мы показали время на старых шинах, на котором в первом сегменте квалифицировались. Оно оказалось хреновым, поэтому надо было улучшаться, но небольшая ошибочка на выходе из девятого поворота. И вторая попытка тоже в принципе у нас всрата. Самое главное, что флешбеком воспользоваться я нормально в тот момент не смог. Случилось это все дерьмо именно перед началом быстрого круга. И соответственно начинали мы этот быстрый круг к первому повороту, подъезжая, уже проигрывая первого времени около трех десятых. Соответственно улучшаться надо было прям очень сильно. И несмотря на то, что под конец круга мы отыгрывали порядка семи десятых секунды, этого оказалось недостаточно. Для того, чтобы выйти в третий сегмент и стартовать мы будем соответственно с двенадцатой позиции. На самом деле не все так плохо, как могло бы быть. Не все так прекрасно, конечно. Но мы сэкономили два нольцевых софта на гонку, плюс есть один быстрый круг, в принципе он тоже может считаться не сильно изношенным. Хотя вроде как планировали на двух софтах ехать. Ну короче говоря, все нормально. И соответственно приступаем мы к самой гонке. Опять-таки она прошла у нас в прямом эфире и я искренне рекомендую посмотреть ее полностью. Да, я всегда так говорю, но эта гонка выдалась прям реально богатой на события и как по мне очень интересной. Я вот пока монтировал все это дело, выписывал все моменты, я всегда пересматриваю гонки и она оказалась реально интересной. На ваших экранах соответственно схема трассы, три зоны ДРС, что очень круто. Второй сектор мне нравится больше всего здесь по пилотированию. Он такой, знаете, не прямые короче, скоростные поворотики, красотища. Ну и соответственно куча прямых, на которых можно использовать и ДРС, и обогащеночки, и ЕРС, и все круто. Можно догонять, обгонять. Кстати, вышел новый патчик, который добавил всем новые ливрейки. И теперь у всех эти радуги, а может и не у всех, но кто мне попадался на глаза, то у всех. Борьба с расизмом, все дела и все такое прочее. Хотя я вообще не расист, но я считаю, что они немножко перегибают с этим палку. Ах да, ребята, и стартовая решетка. Что, наверное, одно из самых интересных. Скажем так, после квалификации на Паулина с Хэмилтон, на втором месте Феттель. На третьем Ликлер, на четвертом Ферстаппен, Боттас только пятый. Не знаю, как он собирается выигрывать чемпионат. Стартуя из жопы, по сравнению с Хэмом, мы на двенадцатой строчке. Впереди нас все наши основные соперники, то есть Рикьярда, Макларен и Рейсинг Пойнты. А наш напарник стартует, как обычно, из жопы. Лишь двадцать вторым, даже Вильямсы его здесь опередили. Я не знаю просто, как это работает. Скажем так, ему в нашей команде с такими результатами вообще ничего не светит. По стратегии на гонку заливаем полный бак топлива. Не знаю, надо это или нет. Ну и соответственно, два софта и медиум. Правда, все это еще было в таком, знаете ли, плавающем состоянии. Решили стартовать со софта, а дальше проблемы решать по мере их поступления. Потому что неизвестно, что там с погодой. Как известно, синоптики всегда врут. О точной погоде на завтра мы вам скажем послезавтра и все такое прочее. И соответственно, переходим к гонке. У нас старт. Гаснут пять огней. Очень хорошо срывается с места слева Даниэля Рикьярда. Перес немножко затупил на старте. Я неплохо сорвался. Немножко не нравилось мне то, что мы на внутренней траектории. Но в первом повороте мы уже выехали впереди. Одно из рейсинг-поинт серхио Переса. Устремились вперед за стролом. Во втором повороте, подъезжая ко второму повороту. Хотя он вообще сейчас называется третьим. Потому что на середине прямой почему-то сделали поворот. Но в общем-то там по внешней стороне удалось пройти и строла и Рикьярда. А еще, друзья, перед нами, как вы видите, едет Рэдбул. На восьмом месте Алекс Албан. Сашка тоже всрал свой старт просто и... Знаете, вот я на прошлом этапе говорил, что надо бы зарубиться с Рэдбулами на этом этапе. И вот он такой вот подарок. Рэдбул Албана едет прямо перед нами и можно с ним зарубиться. Только вы знаете, зарубиться он как-то не позволял с собой. Перед ним ехали два Макларена, которые держались в крыле у Себастьяна Феттеля. Соответственно, у них был довольно-таки высокий темп. Албан держался в крыле. У этих двух Макларен вообще плотненько все ехали. И лишь на шестом круге, после первой прямой, у меня была такая довольно оптимистичная попытка атаковать Албана на внутренней траектории. Она не увенчалась успехом, но план был не в этом. План был замедлить Албана. Чтобы он вывалился из зоны крыла от Макларенов. И, соответственно, получилось это сделать. Правда, я сам довольно-таки далеко от него отвалился. Вообще, по правде сказать, довольно много я ошибался на этом этапе. Особенно на выходе из 10-го поворота. Постоянно наезжал на бублик, терял драгоценные секунды там. А там секунду теряешь с круга стабильно. Да и вообще мне не нравилось, как ведет себя софт почему-то. Очень сильно носило жопу на этой трассе. Раньше такого не было. Может из-за патча, может из-за еще из-за чего-то. Но, в 10-й круг мы подобрались к Албану, попали к нему в крыло. И, соответственно, была попытка атаки, которая увенчалась успехом. Однако, как вы понимаете, Сашка не сдавался. Он на Red Bull, у него более быстрая машина. И, разумеется, он потом попробовал нас контратаковать. Причем в таком месте, в котором это было, во-первых, неожиданно. Во-вторых, никто так обычно не делает. Во втором секторе там, в принципе, негде было проходить. Но вот выезжая вот на эту прямую, хотя это не сильно-то прямая, коротенький такой отрезочек. Но он меня просто сделал как стоячую. Может, у него еще ресурсы много очень было. Но он меня прошел просто вот запросто. За эту нашу борьбу, кстати, мы оторвались от Макларенов уже на 3 секунды. И это было, с одной стороны, хорошо, с другой, не очень. С учетом того, что Албан лидировал в нашей с ним борьбе, и, соответственно, у него нету крыла, то можно считать хорошо. С другой стороны, если мы его сейчас пройдем, то нам же эти самые Макларены-то и придется догонять. В любом случае, у нас борьба продолжается. На крыле я его догоняю к третьему повороту. Однако здесь попытка атаки никаким успехом не увенчалась. Однако дальше опять у нас прямая, опять крыло. И здесь я опять попробовал по внешней стороне его атаковать. Он очень агрессивно оборонялся. Не знаю, иногда страшно было его проходить. Однако у нас все равно ничего не получилось в этой атаке. Он ее успешно отбил на внутренней, просто проехал быстрее, чем мы. И, в общем-то, не увенчалось это все успехом. А далее мы перемещаемся на тринадцатый круг. Это же самое место, это же самая прямая. И здесь, в общем-то, попытался я заехать на внутреннюю, но он стал опять-таки смещаться на торможении. Опять никакой попытки атаки у нас не получилось. А потом еще Джордж Рассел выбыл из гонки. Но это не очень интересно. Я же сдаваться, как вы понимаете, не собирался. Еще одна попытка атаки в этом же самом месте по внешней стороне. Но тут я немножко запоздал с торможением. Даже немножко выехал на траву на выходе. Соответственно, и эту самую атаку Албан от нас отбивает. Следующий поворот он заходит первым. Но ничего, не последний круг. Еще он пилить и пилить. Перемещаемся на следующий, уже на пятнадцатый круг. Опять-таки, попытка атаки опять по внешней стороне. Более успешно я уже залетаю в этот поворот. И из него мы выходим с Албаном бок о бок. И продолжаем дрэк заезд к следующему повороту. Тут у меня внутрянка. И я промахиваю с торможением. Он перекрещивает траекторию. И опять-таки, умчался падла вперед. Очень потная заруба была. Просто не передать. Перемещаемся на следующий круг, шестнадцатый. Опять-таки, на выходе на эту же самую прямую. Опять-таки, у нас будет попытка атаки на Албана. Но в этот раз я решил попытаться залететь уже на внутреннюю траекторию в повороте. И попытаться его пройти по внутренней. Посмотрите, как эта падла обороняется вообще. Он просто тупо в меня поворачивал. Здесь от него довольно-таки сильно отстал. И он, в общем-то, вынудил меня нажать на тормоз. Да, я говорил, что мы поборемся с Албаном. Но я-то думал, что мы с ним за шестое место-то бороться будем, а не за восьмое. Хотя, с другой стороны, борьба интересная. И реально было вот тяжело, но в кайф. Хотя, конечно, эта падла очень сильно накрылась. И мне это очень не нравилось. На этом же круге, на выходе напрямую, на старт-финишную, опять-таки, наскочил я на бублик. И потерял довольно-таки много времени. Одна и семь отставания от Албана. И догнать его теперь без крыла будет довольно-таки тяжело. Тем временем, кстати, в боксы уехал у нас Фетель на семнадцатом круге. Что говорило о том, что он, скорее всего, едет через три софта. У нас же пидстоп должен был быть на двадцать третьем круге. Мы подобрались уже вплотную к Албану, точнее, в зону атаки. И решили его заандеркатить. Соответственно, поехать в боксы, переобуться на круг раньше. Если Албан, конечно, поедет на двадцать третьем круге, как мы планировали до этого. Соответственно, проехать круг выезда быстрее, чем он проедет свой двадцать третий круг. И вот так вот оказаться впереди него. Но! Случилось непредвиденное обстоятельство. На этой самой длинной прямой я что-то как-то опять попытался его атаковать на внутренней траектории. И у меня прошла эта атака. И мы полноценно вышли вперед. Вперед. Перед Рэдбулу. Мы его опередили посуху на трассе. Это, кстати, охренительное достижение было, да. И были у нас споры. Заезжать, не заезжать, заезжать, не заезжать, заезжать, не заезжать. Короче, мы решили не заезжать. Ехать по плану. Заезжать уже на двадцать третьем круге тогда. Тем более, Албан пройти меня не смог. Тут, я надеюсь, обогащенка на прямых и выжатые кнопочки помогут сделать так, чтобы он нас не прошел. Хотя, конечно, велика вероятность этого была. Но, да ладно. На двадцать третьем круге мы заезжаем в боксы. Как видите, Албан у нас прям позади меня. И вот тут я боялся, чтобы не повторилась ситуация такая, которая была у нас в Монак. Когда тапок заезжал позади меня, но его переобули быстрее. И, соответственно, из боксов он выехал впереди меня. Но наши механики просто повторили свое достижение, не помню, с позапрошлой гонки, наверное. И обслужили мою машину за один и девять секунд. И мы, соответственно, выезжаем впереди Албана. Да еще и отрыв до него составляет один и четыре секунды. То есть он потерял крыло. И, соответственно, если у нас все получится, если мы будем прям замечательно ехать, то он нас не догонит. Потому что вроде как практика показывала, что мы без крыла его догоняли. Соответственно, у нас темп чуть-чуть выше, чем у него. Единственным неприятным моментом было то, что впереди у нас был Акон, который еще не заезжал. И мы были очень сильно быстрее, чем он. Однако он на этом же круге заехал в бокс. Поэтому особых проблем он нам не доставил. Впереди у нас Ландо Норрис. Две и четыре, две и шесть, две и семь секунды примерно было на выезде. Поэтому погнали догонять уже Макларены. До 26-го круга Ландыш держался в крыле у Сайнса, но потом резко почему-то потерял свою скорость. Соответственно, в 27-м круге мы его догнали и без особых проблем по внешней стороне смогли его пройти, так как Албан не сопротивлялся. Хотя, конечно, немножко боя он нам дал, но столько нервов, сколько Албан, он нам точно не потратил. Да и машина у него намного медленнее, чем у Сашки Албана, да. Соответственно, плюс одна позиция, впереди 2,6 секунды до Каркарыча. На 31-м круге у нас сошел Кимми Райканен. И хоть он, конечно, и не претендовал в этой гонке на особо какие-то очки, ехал в жопе мира, но все равно обидно было за фантомного финского президента. Как-то, знаете, у него очень много сходов в последнее время. Но, речь не об этом. 33-й круг мы догоняем Карлоса Сайнса. И это, наверное, был один из самых легких обгонов за вот эту всю дистанцию гонки. Хотя там не очень красиво все на самом деле получилось. Я чуть позже, чем нужно было, затормозил, соответственно, перекрыл ему траекторию. Я, в общем-то, этим поступком не горжусь, но в любом случае темп у нас намного выше, чем у Макларена был. Поэтому, если бы это не случилось на этом круге, это случилось бы на следующем. Дальше мы так и ехали на нашем законном шестом месте, вплоть до 46-го круга. И, как видите, слева припаркован Валера Боттас. Парниша не попал на питлейны и убился. Правда, убился он не настолько, чтобы сойти. В итоге он как-то там разрулил, все у него нормально произошло. Мы поехали в боксы, он поехал в боксы за нами, поменял себе там крыло и все такое прочее. Выехал в 20 секундах позади нас. Нас обслужили за 2.9. Но суть в чем, мы отыгрываем еще одну позицию за счет этого. Нам еще ехать около 25 кругов, чуть меньше. Боттас сзади, между нами Албан и Сайнц. 20 секунд, конечно же, он на Мерседесе сейчас понесется вперед просто. И как нефиг отыграет это небольшое по меркам Мерседеса расстояние отрыва. Но с другой стороны, впереди, как вы видите, еще есть Феттель на софте. Он уже сделал 2 питстопа, соответственно, он ей довольно-таки быстро. Но ориентировочно на 54-м, 55-м круге, его ждет еще один последний питстоп. Мы свой последний питстоп уже отбыли. И наша задача сейчас по максимуму сократить расстояние. Выйдет он тоже позади нас, без вопросов. И софт у него сейчас сдохнет. И есть возможность ехать какой-то отрезок быстрее, чем Феттель. Короче говоря, это хороший шанс побороться вообще за четвертую строчку. Круто. Далее мы перемещаемся на 54-й круг. Ботас уже прошел Албан, а уже атакует Сайнца. Ботас несся вообще с немыслимой скоростью, штамповал лучшие круги. В общем-то, все как полагается. Соответственно, Сэбушка, наш любимый, заезжает в боксы на 54-м круге. И мы, соответственно, отыгрываем еще одну позицию, потому что нам в боксы больше ехать не надо. Это уже была борьба именно за позицию на трассе. Соответственно, Феттель выезжает от нас позади в 8,5 секундах примерно. Ботас тем временем еще проходит Сайнца. И тут становится дилемма, что случится раньше. Ботас догонит Феттеля и они там устроят зарубу между собой и будут развлекаться. Или же Феттель догонит меня на медиуме, начнет меня атаковать и пройдет. И мы потеряем свое таким потом добытое четвертое место. Хотя, если смотреть по лучшему кругу, то у Ботаса он был 7,2, а у меня 7,9. То есть разница в темпе у нас была примерно 5,7 с круга. Ехать нам оставалось всего лишь 15-16 кругов. Соответственно, это расстояние отыграть, этот отрыв. Да, тем более на софте у него вряд ли получилось, потому что софт сейчас вот-вот уже скоро сдохнет. В общем-то, мы пытаемся продолжать выжимать из машины максимум. Пытаемся от них отрываться и ехать в каком-то темпе. То, что Леклер впереди... Да, кстати, мы ехали немножко быстрее, чем Леклер. Но нашего над ним преимущества вообще ни разу не хватало, чтобы хоть как-то попытаться к нему приблизиться. Поэтому все эти попытки я довольно быстро просто бросил. Хотя, с другой стороны, мы все равно пилили на все деньги. Далее перемещаемся на 59-й круг. Как видите, кстати, уже небо затянуло довольно-таки такими хмурыми тучками. Уже немножко пахло дождиком. Хотя там про дождь была отдельная история. Его обещали то через 15 минут, то через 10, то потом 10-15. Короче, непонятно, как-то все это было. Как видите, по таймингам мы держались в темпе Леклера, мы держались в темпе Фетеля и даже примерно в темпе Ботаса. Ботас был чуть быстрее. Ну и Ферстаппин был чуть быстрее. Он там обошел Леклера и умчался куда-то вперед. Насчет дождя, кстати, мы еще думали, может быть, переобуться в софт. И, соответственно, до дождя проехать на софте мы были бы быстрее весь этот отрезок, чем на медиуме, но решили не рисковать. Короче говоря, приходит сообщение от Джеффа, что у Тапка некоторые проблемы. Он впереди 13 секунд и типа сейчас хорошенько так сбросит скорость. И тут, в общем-то, надо опять, опять атаковать. Благо у нас есть еще немного лишнего топлива. Можно подключать обогащенку на каждой прямой, этого хватит до финиша. Единственное, это очень сильно на мозги давит, вот так вот на каждую прямую тыкать обогащенку, потом тыкать ее обратно и все такое прочее. Ну, вроде как, иногда я, конечно, забывал про это дело, потому что я не такой задрот, у меня не очень получается. И я не так крут, чтобы тыкать эти кнопки постоянно на каждой каких-то отрезках и делать еще 500 переключений разных. Но в любом случае, чилим и пытаемся всех догнать и не оторваться, и короче, да. На 64-м круге дождь уже шел вовсю, и трасса уже была довольно мокрая, и было принято решение, ну и, собственно, как Джефф нам посоветовал, заезжать в боксы, переобуваться в промежуток, и мы делаем это самыми первыми на трассе. Самые первые заезжаем в боксы, Ферстаппин впереди в 13 секундах. Не сумели мы его догнать, не получилось. Сзади заезжает Феттель, и со своего медиума переобувается в софт. Твою мать, стратеги Феррари, че вы, мать вашу, творите? Ботас, который ехал сзади меня, тоже решил не заезжать в боксы, вероятно, потому что первым решили зазвать Льюис, который лидировал в гонке, хотя он был довольно-таки далеко, скажем так, они смогли бы провести двойной пидстоп, но твою мать. Короче, что-то забагалось. Забегая вперед, скажу вам, что Ботас проехал этот круг на софте, после того, как переобулся Хэмилтон, Ботас заехал и переобулся из своего софта в софт. И такая же история произошла с Ромкой Грожаном, это мы потом уже посмотрели по итогам стратегий. В гонке мы этого не видели, да и, честно говоря, вот эти переключения Ботаса в гонке нам тоже не попались, это мы потом только узнали. В общем-то, что-то забагалось, потому что, ну, это реально похоже на какой-то баг, или на тупость, я не знаю. Как будто стратеги Феррари сами программировали свои действия в этой игре. Да, очень много про стратегов Феррари можно говорить, это все очень весело и грустно одновременно, увы. В любом случае, у нас сейчас есть некоторые преимущества, потому что сейчас уже работают именно промежуточные шины, а слики довольно-таки медленные. Впереди мы видим, что заезжают в боксы также Ферстаппин и Леклер, а также Ботас, Ботас, который сейчас будет переобуваться с софта на софт. Ох, как грустно, ох, как грустно. Но да ладно, он всрал свою гонку, когда врезался в ограждение. Так что это не так важно, Ботас нам тут вообще уже в поминении соперник. Но самое интересное, перед нами выезжают Леклер и Ферстаппин. Леклер, кстати, прошел Ферстаппина, я не обратил внимания в какой момент, это не важно было. И Ферстаппин впереди всего лишь в трех секундах. То есть за этот круг, пока они тошнили на сликах, скользили и не попадали в повороты, а мы ехали на промежуточных шинах, мы отыграли около 10 секунд. Вот что значит прям вовремя заехать на пяты. Плюс Ферстаппин еще застрял немножко там за каким-то одним из хасов. Да, это, кстати, Грожан вот на медиуме едет до сих пор. Меня же Грожан пропустил более-менее адекватно, короче говоря, у Тапка впереди проблемы, пошел дождик, а в дождик, как показала Канада, я не самый медленный на трассе. И вот он впереди уже в двух секундах с копейками подиум и пять кругов до финиша. Жаль только, что ДРС нету, хотя может быть с одной стороны даже и хорошо, в какой-то момент было потом, но это пока не важно. Кстати, у нас в течение гонки ДРС отвалился, но правда это было в тот момент, когда мы ехали одни абсолютно на трассе. 68-й круг у нас, друзья, и попытка пройти Макса Ферстаппина по внешней стороне. Мне кажется, у Тапка действительно были какие-то дичайшие проблемы, но я его прошел вообще без труда. Я вам говорил то, что про Сайнца был самый легкий обгон, нет, самый легкий обгон был Ферстаппина, в дождь. В дождь вообще ехать сложнее, но почему-то с самого начала гонки мне не нравилось, как работал Софт, и поэтому я пришел к выводу, что мне в дождь было ехать комфортнее. Да, машина скользила больше, но здесь ты ожидал, что она будет скользить, здесь не такие высокие скорости и все такое проще. Короче говоря, три круга и надо сдержать Тапка. Я Тапка сначала оторвался на 2 секунды, но потом он начал меня жестко прессовать, правда не успел. Опять-таки дресса не было, поэтому я говорил, что это может быть хорошо, и мы, друзья, финишируем, у нас второй подиум. Да, я пытался зарубиться с Рэдбулами, да, я думал о том, что с Албаном можно будет зарубиться, и вначале была заруба, и очень жесткая. Но в итоге потом, да, из-за ошибки Фетеля на пидстопе, да, и вообще из-за его стратегии, из-за трех пидстопов, не стоило этого делать вообще. Надо ему было как Леклер ехать, и как и мы, и как и все нормальные люди, ехать на 2 пита, да, там Ботас убился. Но вот благодаря такому вот стечению обстоятельств, чью Тапка-движка там подсдохла немножко, мы опять добираемся до подиума. Может быть еще и Дождик помог, кстати. Не знаю, масса эмоций была вообще. Я не могу сказать, что мы были быстрее, чем всех тех, кого мы опередили, и это просто было фатальное стечение обстоятельств. Нам просто повезло. Но все равно, это было очень круто. И радости, может быть, было не столько, сколько от первого подиума в Канаде, но все равно, мать вашу, это подиум. Это классно, это очень здорово. И гонка получилась очень насыщенной и интересной. Мне, по крайней мере, вот она прям точно зашла, и когда я ее пересматривал, вот реально, у меня такое чувство, что если бы такую гонку я смотрел по телеку, это была бы одна из лучших гонок сезона. Правда, здесь мы следили всего лишь за одним пилотом, а не за всем происходящим на трассе. Да не важно. Ах да, и опять-таки, мы становимся пилотом дня за прорыв с 12-го места на 3-й. Отличный прорыв. Стоит признать, конечно, что по темпу мы пока не тянем бороться с Red Bull'ами и Ferrari Mercedes'ами. Нам до них очень далеко еще. То, что с Albon'ом это сейчас было, опять-таки, просто стечение обстоятельств. Состоятельства он всрал свой старт. Да, мы с ним немножко зарубились, да, в какой-то момент я был быстрее, чем он, но если бы он вначале уехал вместе с Феталем и остальной шайкой вперед, то вероятнее всего дальше седьмого места мы, может быть, и не заехали бы. Лучший круг у нас у Ботаса, мы зарабатываем 15 очков личный зачет, и вот по стратегиям видите, что это происходило у Феталя с Ботасом. Я вообще не могу понять, нахрена они этот лишний пидстоп провели. У Феталя и так лишний пидстоп был, он и так, я, короче, я не знаю, у меня нет слов. Вот у всех стратегия была soft-soft-medium, и она была самой выигрышной. У Серджио Переса была soft-medium-medium, не знаю, что он там потерял, не потерял он на этом, неважно. Короче говоря, вот такая вот классная гонка у нас получилась, друзья. Определенно она войдет в топ лучших гонок сезона, по крайней мере. Это точно гонка просто топ-1 за предыдущие 11. Я не говорю про то, что результат классный, типа третье место. Я говорю про то, что сама по себе гонка была интересной. Куча борьбы, куча каких-то событий, фейлы где-то у стратегии, фейлы где-то Ботас фейлился. Короче, это гонки, это интересно. Мне это все дело понравилось. Впереди у нас, друзья, Сильверстоун, трасса, которую я не очень люблю. И, скорее всего, она даже не очень подойдет нашей машине, потому что там нужна очень классная аэродинамика и моторы. Хотя мотор у нас вроде как не самый плохой. Но, в любом случае, будет тяжело. Плюс мы подготовили с нашим инженером небольшой сюрприз-челлендж на ту гонку. Надеюсь, это будет интересно, небольшой экспериментик. Посмотрим, что из этого выйдет. От вас же, друзья, попрошу лайкусик, подписочка, если вы еще не подписаны. Напишите какой-нибудь комментарий, мне будет приятно. Да и это поможет развить у канала неописуемая помощь, я вам скажу честно. Это я без сарказма сейчас, ничего такого. Приходите, друзья, на стримы. Новости обо всех них можете читать в Дискорде, где угодно. В ВКонтакте, ссылки, везде все в описании. Там везде все напичкано этими ссылками. Короче, найти это не проблема. Так что приходите на стримы поболеть, пообщаться и все. Хотя там недообщение порой бывает. Но все равно. Приходите, да. Я буду рад. Короче говоря, всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. И всем всего доброго. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова